Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Добрый концерт. Наградообразующем предприятии стартовал благотворительный марафон. Мы хотим показать этим концертом, что добро всегда побеждает и что всегда рядом есть люди, которые придут на помощь, поддержат. Место работы – лес. 17 сентября сотрудники лесного хозяйства отметят профессиональный праздник. У меня оба деда были пчеловоды, рыбаки и охотники. Я с детства занимался охотой. Вот. С 14 лет. Быстрее, выше, сильнее. В Заречном открылась четвертая ежегодная спартакиада дошкольников. Принимает участие все детские сады. 14 человек составляет команду. 7 девочек, 7 мальчиков. За счет спартакиада идет 5 лучших результатов у девочек и у мальчика. И теперь об этих и других новостях подробнее. Зареченцы вновь приняли участие в благотворительной донорской акции, организованной Фондом неравнодушных сердца и Городским клубом стратегического развития. Неделю назад Зареченцы сдали 23 литра крови для детей, проходящих лечение в областном онкодиспансере. 15 сентября в передвижном донорском пункте было собрано еще 20 литров биоматериала. Об очередном добром деле Зареченцев сюжет Ксении Тризны. Подари капельку добра. Под таким девизом в Заречном прошла донорская акция. На этот призыв откликнулись десятки зареченцев и утром 15 сентября пришли к Дворцу культуры «Современник», чтобы сдать кровь для маленьких пациентов областного онкодиспансера. Несмотря на то, что предыдущая донорская акция прошла всего неделю назад, интерес горожан к сдаче крови не угас. Люди по-прежнему приходили на площадь Дворца культуры «Современник», чтобы занять очередь. С 8 утра записываются люди. Вот мы тут сидим, чаем поим тех, кто уже кровь сдал. Я хочу сказать, что много народу через нас прошло. Активность зареченцев отмечали и специалисты из областного центра. По их словам, в этот раз на мобильную станцию переливания крови пришли более ответственные и подготовленные доноры. Поток в принципе, как и в прошлый раз, но просто в тот раз у нас было много отводов, а в этот раз идут достаточно подготовленные доноры, и мы идем больше на забор, чем на отводы. Переливание крови или ее компонентов необходимо при лечении многих тяжелых заболеваний. Несмотря на то, что в арсенале медиков есть различные препараты кровезаменители, полноценного замещения они не гарантируют. Поэтому потребность в донорской крови очень высока. В основном у нас потребители компонентов крови идет онкологический, онкодиспансер, кардиоцентр, это шестая больница Захарина. Эти основные потребители у нас идут, детская больница, областная тоже. Донор должен обладать практически идеальным здоровьем. Именно поэтому перед сдачей крови участникам акции нужно было ответить на вопрос анкеты и пройти осмотр у врача. К процедуре сбора крови допускаются не все. Но даже в случае отказа у собравшихся на площади Дворца культуры была возможность сделать доброе дело. Мало того, что много желающих кровь сдать, у нас на площади ДК стоит ящик для добровольных пожертвований, для больных ребятишек. Туда денежки тоже собирают, приходят люди. В этот раз зареченцы сдали 20 литров биоматериала. В следующий раз мобильная станция переливания крови приедет в наш город 1 и 8 декабря. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». В ближайшее воскресенье в Заречном стартует неделя мобильности. Наш город присоединится к ежегодной европейской акции. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения воздуха и избыточного количества автомобилей в городе. 17 сентября всех зареченцев приглашают присоединиться к параду немоторизованных средств передвижения. Это могут быть велосипеды, самокаты, роликовые коньки, гироскутеры. Участники парада проедут по улицам города. Специальный маршрут предложат и тем, кто захочет пройти пешком. Кроме парада, гостей праздника ждут всевозможные развлечения. Всем желающим присоединиться к акции необходимо зарегистрироваться. При регистрации каждому присвоят номер и предложат выбрать подарок – цветоотражающий значок или браслет. А индивидуальный номер участника даст право принять участие в розыгрыше призов, главный из которых – велосипед. Все подробности о предстоящей неделе мобильности мы узнаем у одного из инициаторов и организаторов компании – первого заместителя главы администрации Заречного Алексея Рябова. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Наградообразующим предприятий Заречного стартовал марафон добрых дел. Заводчане организуют и проводят мероприятия, главная цель которых – собрать средства для тяжелобольных зареченских ребятишек, нуждающихся в дорогостоящем лечении. И уже по традиции одним из самых ярких событий марафона становится Добрый концерт, в котором сотрудники производственного объединения «Старт» перевоплощаются в актеров, певцов и танцоров. В этом году Добрый концерт прошел в новом формате – театрально-музыкального представления. Я люблю, улыбаться любят, и быть может вполне. Час, когда я несчастный буду, кто-то улыбнется мне. Свою версию хорошо известной всем сказки представили зрителям сотрудники производственного объединения «Старт». Театрализованное музыкальное представление «Золушка» – это вклад заводчан в общегородской благотворительный марафон «Добрый заречный». Четвертый год подряд ради помощи больным ребятишкам, рабочие, инженеры, конструкторы выходят на сцену в Добром концерте. У нас на предприятии работают люди активные, творческие, поэтому каждый год они ищут новые формы проведения этого концерта. В этом году мы решили провести его в форме музыкальной сказки. От рассказанной Шарлем первой истории осталась лишь основная сюжетная канва. В остальном, по воле сотрудников градообразующего предприятия, старая сказка зазвучала по-новому, отразив реалии современности. Мачеха говорит, надо оптимизировать расходы. Так что я теперь и за горничных, и за повариху, и за портниху, а потом, глядишь, и строительному делу обучусь. Как говорит мачеха, третья профессия не лишняя. Исполнительницу главной роли, рассказывают постановщики, нашли почти сразу. Это специалист службы главного конструктора Олеса Алексеева. Лучшая снегурочка в городе Заречное. И у нее действительно Золушкина, размер у нее 33-й размер ноги. Я заметила каждый, что зимой кусты сирени Раствели, как будто в мае, ты не веришь и нет. Настоящим открытием стал актерский дебют Михаила Шаблина. Слесарь-инструментальщик шестого цеха сыграл принца и сам написал слова песни для своего персонажа. Музыка была написана другим человеком очень, да, слова так. Муза пришла, скажем так, неожиданно. Свой благотворительный спектакль заводчане подготовили в рекорд на короткий срок, всего за месяц. Очень благодарна всем нашим артистам и вокалистам, и актерам, и участникам массовки, танцорам, потому что совершенно неимоверно была проделана ими работа. Порядка 30 заводчан стали участниками доброго концерта. Их сотрудников разных подразделений сплотила общее дело и благородная цель. По признанию новоиспеченных актеров, несмотря на напряженный график репетиций, работать было легко. Всем весело всегда, на репетициях особенно. Да и даже вот последние разы, когда прогоняли, сегодня уже генпрогон тоже, много посмеялись и над чем. Что-то где-то подправили, что-то где-то поменяли. Внеся свои коррективы в известный сюжет, заводчане оставили неизменными счастливый финал и главную идею сказки – веру в обязательную победу добра над злом. Цель, естественно, помочь тяжело больным детям Заречного собрать деньги на их лечение, и мы хотим показать этим концертам, что добро всегда побеждает, и что всегда рядом есть люди, которые придут на помощь, поддержат. Мысленно я была с вами, и с вами, потому что это такое доброе дело в нашем Заречном, это становится не просто традицией, это уже смысл жизни. Спасибо вам огромное за неравнодушие, за творчество, за вот эти яркие персонажи, но главное за ваше большое любящее, доброе, открытое сердце. Я всегда довольна той инициативой, которую проявляет молодежь, мне очень понравилось. Самое главное, что это для доброго дела, для детей, для помощи детям, которые в этом нуждаются. Добрый концерт на производственном объединении «Старт» собрал 54 тысячи 80 рублей. Это не просто деньги, это чья-то надежда на выздоровление, подаренное заводчанами. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Профессиональный праздник отметят в ближайшее воскресенье хранители лесных богатств. Лесное законодательство, принятое в Советском Союзе 18 сентября 1977 года, послужило толчком к одновременному учреждению и Дня работников леса. Для Заречного это особый праздник. Город строился в лесу, и с самого основания и до сегодняшнего дня к лесным богатствам в Заречном особо трепетное отношение. Но есть люди, для которых лес – это не просто красивая прогулочная зона, а постоянное место работы. С одним из них познакомилась Ксения Тризна. 1620 гектаров – такова площадь лесистой территории Заречного. Все эти угодья находятся в ведении сотрудников комбината благоустройства и лесного хозяйства. Главный лесничий Иван Арестов знает здесь практически каждое дерево. Есть, допустим, деревья, которые сосны некоторые 200 и более лет. Встречаются дубы в сторону Ахун, которые, наверное, со времен Пугачева еще растут. Для Ивана Дмитриевича тайн в лесу нет. Изучать природу он начал еще в детстве. У меня оба деда были пчеловоды, рыбаки и охотники. Я с детства занимался охотой, с 14 лет бредил и поступил в лесной техникум. Потом после армии закончил лесной институт и избрал лесную профессию. Иван Арестов и его коллеги следят за состоянием лесистых территорий. Одна из их задач – вырубка сухих, гнилых и больных деревьев. Сухостой не только портит внешний вид леса, но и может представлять опасность для горожан. Такие деревья сотрудники комбината благоустройства срубают, распиливают и вывозят. Лесничие не только проводят санитарные мероприятия, они стараются уберечь леса от пожаров. Для профилактики пожара по весне мы производим опашку по периметру города, плугом Покавил-70. Там у нас проходят минерализованные полоса. Густые хвойные и лиственные леса – неотъемлемая часть Заречного. Одна из его отличительных черт. В дождь и в снег, в жару и в стужу Иван Арестов и его коллеги оберегают лесные угодья. И во многом благодаря им наш город остается зеленым и ухоженным. Таким, каким мы его любим. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Как выйти со своим бизнесом за пределы Пензенской области? Ответ на этот вопрос зареченские предприниматели смогут получить 22 сентября в бизнес-инкубаторе «Импульс». Для представителей малого и среднего бизнеса пройдет круглый стол, посвященный взаимодействию с другими регионами страны. К нам приедут представители торгово-промышленной палаты, это из Пензы, расскажут, как через их механизмы можно взаимодействовать с другими регионами и тоже с торговыми палатами других регионов. А также приедет бизнес-тренер Альберт Тютин, который расскажет о специфике выхода на другие регионы, как можно строить взаимодействие с другими регионами, открывать ли филиал или это можно делать дистанционно. Участие в круглом столе бесплатное. Предпринимателям достаточно лишь предварительно зарегистрироваться по телефону 620026 или по электронному адресу бизнес-инкубатора, который вы видите на экране. Кроме того, регистрацию можно будет пройти непосредственно перед началом круглого стола 22 сентября в 9.30. Подробная программа мероприятия размещена на сайте бизнес-инкубатора «Импульс» и в социальных сетях. В Заречном стартовала четвертая ежегодная спартакиада «Дошкалята». В ней принимают участие юные зареченцы из всех 11 детских садов города. А некоторые дошкольные учреждения выставили несколько команд юных спортсменов. Все они поборются за победу в девяти спортивных дисциплинах, одна из которых – плавание, впервые включена в календарь соревнований. С открытия состязаний Анна Литвинова. На старт! Внимание! Марш! 13 сборных, представляющих детские сады Заречного, вышли на старт четвертой ежегодной спартакиады «Дошкалята». Первым испытанием для юных зареченцев стал скоростной бег на дистанции 30 метров. Принимают участие все детские сады. 14 человек составляет команду, 7 девочек, 7 мальчиков. В зачет спартакиада идет 5 лучших результатов у девочек и у мальчика. Есть и личные результаты, есть и командные. Личные результаты отдельно у девочек, у мальчиков. Командные – общий результат. Каждый из участников старался пробежать быстрее всех и установить рекорд. Но первым прийти к финишу не так-то просто. Нужно тренироваться и бегать. И не оглядываться на своего соседа. Что хорошего, когда ты спортом занимаешься? Ты будешь здоровым. Развиваются мышцы, и ты будешь спортивным. В рамках спартакиады дошколята попробуют себя в различных дисциплинах. Впереди у малышей броски в баскетбольное кольцо, веселые старты, прыжки со скакалкой, наклон со скамейки с прямыми ногами, прыжки в длину с места, плавание и легкоатлетическая эстафета. Следующий этап метания предметов вдаль ребятам предстоит преодолеть в октябре. Общие итоги спартакиады будут подведены в мае, после завершения всех спортивных испытаний. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Вместе с воспитанниками детских садов за рекордами устремились и их старшие товарищи. Параллельно с состязаниями дошколят в «Заречном» стартовала малая спартакиада младших школьников. С подробностями Ксения Тризна. 60 метров. Такую дистанцию нужно было пробежать участникам первого этапа малой спартакиады. За победу в ней борются ученики начальных классов семи школ Заречного. Для выступления на соревнованиях отобрали самых быстрых, сильных и ловких. Мы издавали нормативы. Мы тут бегали, сдавали на уроке физкультуры. И тот, кто из класса всех пробежал, того и выбирали. В каждой команде 16 человек, 8 мальчиков и 8 девочек. На уроках физкультуры участники дополнительно готовились к соревнованиям, осваивали технику и приемы правильного бега. Бегать по своей тропинке, локтями и ногами быстро работать. А как дышать нужно? Надо глубже дышать и выдыхать. Дышать надо носом, ну и чуть-чуть рот надо открыть. Руки вот так вот. В состязании в беге на 60 метров открыли соревновательную программу «Малость спартакиады». Следующим этапом, который преодолеют участники, станет бег на 200 метров. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Европейская неделя мобильности в Заречном. Как горожане могут улучшить транспортную ситуацию? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Каждая пятая лампочка в России горит за счет работы атомных станций. И последние 25 лет количество киловатт ядерной энергии, производимых концерном «Росэнергоатом», только увеличивается. Сегодня российская атомная энергетика переживает настоящую техническую революцию. Энергоблоки, построенные в 60-70-х годах прошлого столетия, постепенно начинают выводиться из эксплуатации, а на смену им приходят новые, более совершенные, надежные и безопасные. Два блока с реакторами типа ВВР-1200 на ростовской и ленинградской АЭС уже готовятся к физическому пуску. Параллельно с наладочными работами на станциях регулярно проводятся экскурсии для иностранных делегаций, у которых блок поколения 3+, вызывает неподдельный интерес. Под гермооболочкой мы можем видеть теплообменники. Всего их 32 единицы. Это специальные технические средства для управления запроектными аварийами. Они работают при полном отказе всех систем безопасности. На меня очень сильное впечатление произвело то, что у блока ВВР-1200 несколько уровней защиты. И в случае отказа одной системы в действие вступает другая. Здесь имеется четырехкратное резервирование этих систем, и это очень здорово. Признание российских технологий на международном уровне делает энергоблоки с реакторами ВВР основным экспортным продуктом. Портфель зарубежных заказов включает 34 блока данного типа. Но российские атомщики не стоят на месте и уже сейчас делают первый шаг к атомной энергии будущего. Не только экологически чистой и безопасной, но и практически безотходной. Ее основа — реакторы на быстрых нейтронах. На Белоярской АЭС уже работают два промышленных образца мощностью 600 и 800 мегаватт соответственно. Решение о строительстве энергоблока мощностью 1200 мегаватт может быть принято уже в этом году. Энергетика — не единственное направление деятельности Росэнергоатома. Концерн уже много лет производит изотопы для ядерной медицины и заканчивает строительство одного из крупнейших в Европе центра обработки данных. Уже сейчас портфель заказов по новым бизнес-направлениям составляет более 200 миллиардов рублей. Окно под ключ. Всего за 8900 рублей. Телефон 232-232. С компанией «Встрой». Специалисты ФАИ выжали полезные стойки из старых автошин. Зоркий химконтроль на Балаковской АЭС. «Росатом» наводит композитные мосты. Смотрите в среду в 20.00. С 15 по 17 сентября в честь дня рождения Лале Антилоп дубленки, шубы и куртки без торговой наценки. Сегодня все без наценки. Мне нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Купить или продать квартиру, узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант. Можно в одном месте. Зайди на Город Зет. Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на Город Зет. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях первый заместитель главы администрации города Заречного Алексей Рябов. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич. Добрый вечер. Итак, Алексей Геннадьевич, в это воскресенье, уже 17-го числа, впервые в Заречном пройдет неделя мобильности. Вернее, скажем так, Заречный присоединится к проведению кампании Европейской недели мобильности. И вы, как один из организаторов и инициаторов этой акции, расскажите, пожалуйста, поподробнее, собственно говоря, в чем цель, для чего нам все это нужно. Да, действительно, в этом году город Заречный, можно сказать, символично, в год экологии в России приняло решение присоединиться к Европейской неделе мобильности наравне с еще порядка 2000 других городов Европы, России и мира и принять участие в тех форматах, которые предлагаются. И да, 17-го числа, в воскресенье, мы пройдем первое мероприятие в этой неделе – это парад немоторизованных средств. Ну, в основном, наверное, придут к нам велолюбители, хотя будут и пешие форматы, и желающие прийти покататься на роликах, на скейтах, на гироскутерах и, наверное, каких-то других альтернативных видах транспорта. Вообще, Европейская неделя мобильности задумывалась организаторами и проводится для того, чтобы привлечь внимание общественности, привлечь внимание СМИ, экспертов к проблеме автомобиля, автомобилизации тотальной в городах не только российских, но и европейских, где количество автомобилей на душу населения еще больше, чем в России. И попытаться выработать какие-то такие форматы взаимодействия автомобилистов с пешеходами, общественного транспорта, с личным транспортом. Мы прекрасно понимаем, что личные автомобили – это уже данность нашего времени, что тенденции последних лет показывают, что их все больше и больше, несмотря на то, что есть кризис, нет кризиса, количество личных автомобилей увеличивается. И я думаю, что эта тенденция и дальше продолжится, но нам важно все-таки понимать, каким же образом нам развивать наши города, развивать городскую среду таким образом, чтобы все-таки не увеличивать конфликтность между автомобилистами и неавтомобилистами, пешеходами, транспортными средствами и так далее, а все-таки найти какие-то компромиссные, взаимовыгодные решения этих проблем. Парковок, развитие общественного транспорта, развитие альтернативных видов передвижения и так далее. Алексей Геннадьевич, да, сначала будет некий парад нематеризованных средств передвижения, как Вы сказали, но это же будет целая неделя, Европейская неделя мобильности предполагает собой целую неделю. В течение недели, вот, следующие, что будет проходить? Вы упомянули о поиске новых форматов, то есть, каким образом Вы будете искать вот эти проблемы, с кем Вы их будете искать? В администрации или же каким-то другим образом? Да, именно для этого мы на протяжении всей недели, начиная с понедельника, с 18 сентября по четверг, 21 сентября проведем четыре площадки общественного обсуждения, круглых стола, дискуссионных площадок, как угодно их можно называть, по различным тематикам. В понедельник мы пообсуждаем проект велопроката вместе с представителем клуба «Райт», попробуем разобраться с теми проблемами, которые у них возникли в реализации проекта, попробуем выработать какие-то рекомендации, предложения для того, чтобы этот проект стал более популярным, более востребованным у наших горожан. Во вторник мы пообсуждаем, сделаем презентацию, пообсуждаем проект по развитию велоинфраструктуры в городе. Уже на 2018 и на следующий год запланировано сделать в городе отдельную, выделенную для велосипедистов траекторию, дорожку, соединяющую производственное объединение «Старт» с молодым, развивающимся микрорайоном Озерский, с 18 микрорайоном. Но я думаю, что это, в принципе, только начало развития велоинфраструктуры в городе, и нам предстоит обсудить и понять, что необходимо учитывать, что необходимо предусматривать для того, чтобы велодорожки, велосипедисты тоже чувствовали себя более комфортно и в городе, и не конфликтовали ни с пешеходами, ни с автомобилистами. Сейчас, конечно, не всегда возможно на велосипеде добраться, может быть, до работы или в какой-то другой объект интереса, потому что не хватает инфраструктуры. Вот эти моменты мы попробуем пообсуждать и выработать какие-то решения. В среду мы будем обсуждать очень актуальную, я считаю, уже очень актуальную для нашего города и проблемную тему – это парковочное пространство, его формирование, что надо учитывать, как это делать. Есть опыт мировой в этом вопросе. Возможно, мы что-то там выработаем свое зареченское, но главное, чтобы парковка была не ядром раздора, как сейчас зачастую бывает, и между автомобилистами, и между автомобилистами, и не автомобилистами, была таким драйвером развития нашего города, городской нашей среды. И в последний день, в четверг, мы пообсуждаем вопрос развития транспорта общественных перевозок. Как помирить общественный транспорт с личным, какое место в этой системе занимает такси и другие виды транспорта. Мы приглашаем, мы пригласили на эти площадки не только представителей администрации, экспертов, а представителей общественности, всех тех, вход будет открыт для всех, кто имеет что сказать по этому вопросу, кто, возможно, изучал эти вопросы, у кого есть какие-то конструктивные предложения. Встречи состоятся в одном и том же месте, в одно и то же время, каждый день в 16.00 в здании бизнес-инкубатора на третьем этаже в конференц-зале. Нужна какая-то предварительная запись или просто можно приходить и вносить свои предложения? Нет, можно просто приходить и участвовать в обсуждении. И завершится эта неделя мобильности, вы сказали, что понедельник, вторник, среда, четверг – это дни дискуссионных площадок, и завершится в пятницу? В пятницу мы подводим итоги всей недели, готовим предложение к главе и постараемся выработать решения, запланировать на следующий год проекты и принять решение, движемся мы по ним, не движемся, если движемся, то каким образом. Но вообще традиционная европейская неделя мобильности заканчивается 22 сентября. Это всемирный день без автомобиля. В этот день традиционно всех автомобилистов мы призываем хотя бы на один день отказаться от личного своего транспорта, добраться до работы или по другим своим делам на велосипеде, на общественном транспорте, может быть, как-то еще пешком, альтернативно, в общем. И в этот день муниципальное предприятие «Автотранс» проведет специальную акцию, и всем автомобилистам будет предоставлено право, возможность бесплатно осуществлять проезд при предъявлении водительского удостоверения. То есть в автобусах можно будет ездить бесплатно при наличии водительского удостоверения? Ну что ж, интересная идея. Одна из акций, скажем так, первая в Заречном, на моей памяти первая, я такого не помню. Будем надеяться, что вот эта компания, она же не одноразовая акция, а все-таки вот эта вот компания будет иметь свое продолжение, и действительно, рано или поздно мы придем к некоему консенсусу между автомобилистами и между автомобилистами и пешеходами, и найдем все-таки какие-то пути решения тех проблем, которые существуют. Спасибо за участие в нашей программе, я желаю вам всего самого доброго и увидимся. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего самого доброго. До встречи на канале Заречный и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин